Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Сегодня я приветствую в нашей студии директора Кировского филиала Т-Плюс Сергея Береснева. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. И также с нами руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс Олег Прохоренко. Олег, приветствую. Добрый день всем. Сегодня мы будем говорить об очень интересном, я бы даже сказал, уникальном проекте, который реализован в нашем городе, прямо в центре города, на театральной площади. Называется это все интерактивный мультимедийный центр теплоэнергетики. Хотя кировчане, я уже знаю, окрестили это заведение, это здание музеем, мол, на театралке. Открылся какой-то очень интересный, уникальный музей. Обязательно сходите, посмотрите, и между собой переговариваются, и в социальных сетях об этом пишут, советуют. Давайте все-таки определимся, что это, музей или интерактивный мультимедийный центр в полном смысле этого слова. К слову, теплоэнергетика чуть позже перейдем. Олег. Я историю расскажу. У меня сын, когда с классом пришел, это было в первый день, они к классам записались, не все ребята пошли в музей из школы, из класса. Я спрашиваю, а почему? Он говорит, ну, потому что мы думали, что это музей. А это не музей, это вау. Это центр, в котором ты можешь потрогать, поиграть и так далее. То есть музей у нас все равно в представлении, это что-то вот собрано, куча артефактов в одном месте. Что-то статичное, да, вот там присутствует. Пропавших кристалином, да. А здесь такого нет, здесь современное. Ну, вот то, что внутри, лучше, может быть, либо оставить, либо Сергей Александрович поделится впечатлениями, но это, правда, вот такой немножко сшибает с ног, когда ты снаружи видишь палатку, входишь внутрь, а там сказка. И это, ну, дорогого стоит. Ну, возвели эту конструкцию буквально за несколько дней, и кировчане с интересом наблюдали, и предполагали, и что это будет. И вот все это открылось 30 сентября, да, в Кирове. И, Сергей Александрович, до какого числа будет работать? До 13 октября. Абсолютно бесплатно. Мы ждем всех гостей. На сегодняшний момент уже около 2000 школьников побывало в этом интерактивном мультимедийном центре. Посмотрели, ознакомились с объектами генерации, посмотрели, что такое тепло в быту, научились пользоваться тепловизорами, посмотрели, какие виды топлива сжигаются на наших станциях. Причем это все в таком динамичном формате. Каждый из школьников, из ребят мог достать колбочку с газом или с торфом, поставить ее на определенное место. Там лифтом опускается, дальше включается повествование об этом виде топлива. Ну, то есть это очень интересно. И когда там и пол, и стены, и все вокруг светится, движется, и ты чувствуешь себя, как будто взлетаешь над градирней, ты обозреваешь все вокруг, чувствуешь себя уже не человеком, а каким-то там Бэтменом, который взлетает над объектами генерации. А в первом зале, конечно, тоже очень занимательно, интересно, как работает электростанция, как вырабатывается пар, как пар вращает турбину, а турбина вращает генератор, а генератор вырабатывает электрический ток. Ну, все это дети видят, запоминают. Но, наверное, хочу самое важное отметить, это то, что дети, школьники, проходя через павильон, где, говорится, о безопасности тепла, дети еще раз запоминают о том, что нельзя наступать на люки, нельзя подходить к тому месту, где парит. Есть специальные игры, игры, как бродилки-ходилки, как Марио, когда если ты там на люк наступил, случилось что-то ужасное, и тебя игра отбрасывает назад, то ты как бы проигравший. Дети вот на примере игры понимают о том, что нельзя наступать на люки, нельзя подходить к тем местам, где парит. Сейчас начинается отопительный сезон, температура зимой в теплоносителе будет выше 120 градусов, и, конечно, это очень опасное время, и мы хотим как можно больше школьников услышать эту историю про безопасность тепла. Это важная история. Ну вот мы уже перешли к непосредственному наполнению мультимедийного центра теплоэнергетики. В общем, все сделано для того, чтобы произвести вот этот эффект, визуальный, действительно, в первую очередь, на подрастающее поколение. А если начинать с самого верха, с самых основ, вернее, какие основные цели закладываются в работу этого центра теплоэнергетики? Ну, одну цель Сергей Александрович уже назвал, и когда было открытие, называл и две другие цели, ключевые цели. Конечно, вот станция – это режимный объект, теплоэлектростанция. Побывать в ней доведется, дай бог, там, 2-3% населения в своей жизни, помимо тех, кто там работает. А здесь полный эффект присутствия. Ты заходишь в 3D-кинотеатр, у тебя под ногами станция, и по периметру 360 градусов ты попал на ТЭЦ. Полный эффект присутствия. Как это выглядит, причем с объяснениями. И когда ты попадаешь в градирни, мне довелось побывать в настоящей градирни. Давайте поясним вот этот специфический термин, что это такое уже второй раз звучит, чтобы понимали. Это большие башни, над которыми есть клубы пара. Мы их еще иногда так называем для себя фабрики облаков. Это башни, которые охлаждают техническую воду на ТЭЦ, и доохлаждают воду для того, чтобы она дальше возвращалась и уже использовалась в технологическом процессе. И вот эффект абсолютно тот же самый, когда ты попадаешь в реальности, в градирню. Ну, то есть попасть туда можно только, если там производится ремонт, и она не работает в данный момент. Реконструкция. Цели, цели, к целям, к целям переходи. Так вот, побывать удастся немногим, и немногие знают в действительности, что такое профессия энергетика. А здесь уже школьники, и особенно студенты, могут посмотреть и выбрать для себя направление деятельности. То есть вы еще и задачи профориентации решили тем самым. Безусловно. Еще раз повторюсь, это образовательная история, чтобы дети знали, что есть и опасность от тепла, не только благо. Вторая история, это профориентация. Если кто-то придет в наш политех на этот... Обучаться. Обучаться на профессию энергетика, теплоэнергетика, то это, наверное, хорошо. А если кто-то после обучения придет к нам на работу, это будет третья завершающая наша миссия, это будет тоже хорошо. То есть компания Т-Плюс показана широко. Это первый зал. Наверное, даже холл, я бы даже сказал, показана география нашей компании. И, наверное, сравниваются те объекты, которые обслуживает компания Т-Плюс, по протяженности тепловых сетей, сравниваются с протяженностью тепловых сетей разных стран. То есть здесь, наверное, можно сравнить, что такое Т-Плюс, это какое государство. Я так понимаю, раз у нас самая большая страна по территории, соответственно, и протяженность сети у нас тоже самая, номер один в мире. Тепловые сети, которые обслуживают компании Т-Плюс, это тоже масштабные, очень протяженные сети. Это самая крупная частная, именно частная теплогенерирующая компания в стране, и, по-моему, даже в мире там звучало. Вот боюсь соврать. А почему, Сергей Александрович, именно сейчас вот этому принято решение уделить такое большое внимание, показать работу изнутри? У нас же много профессий, так называемых, закрытых, да, когда мы не очень в курсе, о чем там конкретно люди занимаются. А вот тут вы решили раскрыть карту, показать, с помощью современных мультимедийных технологий. Мы долго думали о том, что вот как мы проводим каждый год уроки безопасности в школах. Проходим, поясняем, это 1 сентября, это забывается. Вот искали другой механизм, чтобы детям дать понятие о том, что такое хорошо, что такое плохо. То есть это все время наша обязанность говорить и говорить об этом. Если мы спасем там чье-то здоровье, то это будет хорошо. То есть даже если кого-то одного-двух школьников из там 6-7-8 тысяч, которые пройдут через этот интерактивный центр, мультимедийный центр, то это будет, наверное, достижение нашей цели. Возраст, который, собственно, людей, которые, ребят, которые могут туда попасть. На самом деле там нет ограничений, то есть достаточно безопасно. Ноль плюс, да, ноль плюс, но, конечно, интереснее это там старшим дошкольникам. И дальше уже ограничений нет. То есть взрослому человеку это точно так же интересно, как любому ребенку. Я считаю, что будет интересно всем школьникам. Есть и дошкольники, кому тоже будет, это очень интересно. Вот практически ограничений нет. И взрослым я хочу сказать о том, что вот мы заместителем председателя правительства Алексеем Анатольевичем Жердевым проходили, ему тоже очень понравилось. Он говорит, вы молодцы, что сделали такую хорошую вещь. С таким интересом он смотрел теплопотери в квартире с помощью тепловизора. Там имитация полной квартиры, есть окна, есть двери, есть батареи. То есть смоделирована наша повседневная жизнь, есть такой отдельный зал, который вы проходите, берете тепловизор и смотрите на батареи, смотрите друг на друга, светитесь желтым, это тепло, тепловизор это видит, наводите на окна, а там они холодные, наводите на двери, а дверь тоже холодная. И каждый человек понимает, что надо в первую очередь сделать с тем, чтобы сберечь тепло. Ну вообще в целом сейчас этой теме большое внимание очень уделяется теплосберегающим технологиям. И вот тут как раз визуализация присутствует в этом процессе. Почему это действительно так важно? Да, у нас все-таки этот регион северный, и несколько лет назад у нас температура наружного воздуха опускалась до критичных, там минус 37 градусов. И вот тут мы проходили с тепловизором по улицам города Кирова, и мы видели о том, что часть домов не готова, часть квартир не готова к таким холодам. И, конечно, людям показываем, где надо в первую очередь сберегать тепло. Там отдельный, на самом деле, есть раздел, касающийся тепловых пунктов. И до сих пор еще есть немало людей, которые считают, что вот мы подали тепло, да, стец, и у всех должно быть хорошо, комфортно, тепло, ни жарко, ни холодно. Но это не так. И, собственно, почему перед отопительным сезоном тепловая инспекция шпыняет управляющие компании, заставляет проводить промывку, опрессовку и прочие мероприятия, потому что, если дом не готов, то будут жалобы на перетоп, и будут жалобы на недотоп. А если не стоит автоматика, то это будет повседневность, и люди будут тратить лишние деньги на тепло, которое будут форточки выпускать. И это там тоже на живом примере, в картинках разъясняется очень подробно. Для меня, на самом деле, очень интересный стенд был. Я знал об этом, но там прямо вот в цифрах. Россия – это самая теплолюбивая страна с точки зрения людей, потому что у нас средняя температура в квартире 24 в отопительный сезон. Ну, точно помню, что больше 21. А в Японии – 11. И там прямо по странам все это разложено. В какой стране средняя температура? В Великобритании, Японии, там очень высокие температуры. Связано это как раз таки с экономией, с тем, что тепло – это очень дорогой ресурс. В России с точки зрения того, что это в расходах на ЖКХ дорогой ресурс, а в Европе, в Японии – это еще и ресурс, который в абсолюте очень дорогой. Ну, я хочу сказать о том, что, конечно же, без истории мы не обошлись. В этом году исполняется 80 лет Кировской ТЭЦ-3. Это первая, ну, нет, вторая электростанция, которая по возрасту используется у нас. Она сейчас достаточно активно реконструируется. Но, тем не менее, там небольшой стенд у нас есть такой, тоже интерактивный, где показываются там исторические фотографии. Это будет интересно даже ветеранам. Еще большое внимание, я знаю, уделено приборам учета. Своевременная подача данных, собственно, запотребленную теплоэлектрическую энергию. Действительно так? Ну, это так. Вот сейчас мы говорили о том, что мы теплолюбивая страна, но если мы хотим, чтобы было поменьше... Без приборов учета, на самом деле. Ну, то есть приборы учета позволяют экономить. И когда их нет, когда насчитывается тепло по нормативу, когда физически нельзя установить, то мы относимся бездумно к потреблению энергоресурсов. Ну, от нас же не зависит ничего, мы заплатили, как бы можем потреблять. Вот, когда ты ставишь прибор учета, ты начинаешь думать о том, а не сократить ли потребление воды, не сократить ли потребление газа, точно так же и с теплом. То есть ты можешь... Но здесь нужно всем домом это делать, потому что система, к сожалению, пока поквартирная. Но начинать надо с себя. Да, начинать надо с себя. Надо помнить, что утепленные окна и двери дают до 10% экономии тепла. А если еще и заизолированы все трубы в подвале, а если еще и форточки лишний раз не открывать и посмотреть, как у вас вентиляция работает, можно прилично экономить на тепле. И на регулировках, вот как раз автоматических системах на тепловом узле и об этом нужно думать. Ну, как бы заставляет думать наш кошелев. Ну, я так понимаю, что на большую перспективу в том числе работает этот мультимедийный центр. То есть объясняем, показываем подрастающим поколениям с надеждой на то, что вот именно они, подрослев и обзаведясь своими семьями, будут так бережно относиться к энергии. Я хочу сказать о том, что если нашему поколению этот предписан и, может быть, так случилось, что нам необходимо реконструировать тепловые сети, то следующему поколению, которое сейчас приходит в этот центр, они уже будут коренным образом, наверное, менять систему генерации электрической энергии. То есть вот лет через 10-12-15, может быть, какие-то изменения должны быть в энергетике. И точно вот та молодежь, которая сейчас заинтересуется, которая будет любопытнее всех, она придет в энергетику и будет реконструировать наши электростанции. Давайте еще пройдемся по организационным моментам. Мы не сказали график работы ежедневной. Это по будням с 9 утра? До 9 вечера, вот у меня подсказка перед глазами. До 9, это когда последняя группа выходит, а вообще до 8.20. По будням выходной, по-моему, поменьше. С 10 до 8 вечера официально указано. И вот что важно, сейчас уже столкнулись с тем, что кто-то записывает себя и записывает плюс 25 человек к себе. Вот этого делать не нужно. Почему? Потому что каждый человек должен записать сам себя. Если это классный руководитель, он должен записать каждого ученика хотя бы имя. Для того, чтобы там не было столпотворения. 20 человек – это очень комфортно. И каждый увидит, каждый насладится картинкой в 3D кинотеатре, если будет народу больше. Но это физически просто не успеть поиграть, не успеть, неудобно будет смотреть. Именно поэтому есть такие ограничения по количеству человек. Именно поэтому есть сеансы и предварительная запись. Это очень важно. Записывайтесь, пожалуйста, пока есть возможность, пока есть свободные места. Вот подчеркнем, да, что свободно, прогуливаясь по театральной площади, так не попасть туда, в мультимедийный сервис. Может быть, удача. А, может быть, удача, может быть, свободные места. Да, но где-то днем, вечером уже так плотненько, а выходные я смотрел уже расписаны. На выходные самая плотная такая запись. На выходные все расписаны, да, и уже там по 20 человек в каждом... Ну, есть просто статистика у нас ежедневно выгружается. Вот перед программой я приехал, как раз 6100 человек записалось, на утро было еще 5300. Это значит, что вот осталось буквально там несколько дней, и может, ну, как бы... Запись закроется. Запись закрыться, да. Найти, кстати, да, эти все контакты очень даже легко. Буквально у меня несколько секунд понадобилось. В поисковой системе просто набираешь мультимедийный центр теплоэнергетики, Киров, и все, все контакты. Или музей тепла. Да, или музей тепла, да. И сразу тебя выносят на страничку, где можно по телефону. Можно прямо онлайн выбрать время, и если оно позволяет регистрироваться, значит, в это время есть свободное место. Почему именно такой вот период работы сейчас, в начале отопительного сезона? Это так совпало? Можно сказать, что совпало. Можно сказать, что совпало. Мы вот хотели, чтобы в нашем городе такой центр был. Пусть, наверное, не в самое удачное время, может быть, летом было бы интереснее, но после начала учебного года я считаю, что как раз все школьники здесь, у них есть возможность побывать и посмотреть, даже к классам прийти, даже вместе сделать что-то. То есть это еще и механизм сплочения этих классов. Это хорошая история, и хорошо, что она случилась в этом году. И потом, когда люди начинают думать о теплее, о теплее, когда становится холодно. И вот как раз это время, я думаю, что очень максимально удачное для того, чтобы открыть центр. Я, кстати, видел комментарии в интернете, люди спрашивают, а тепло ли внутри мультимедийного центра? Люди отвечают, да, все хорошо, все комфортно, все. Уж как в центре теплоэнергетики без тепла-то обойтись? Ну, теплоцентрали подключили. Спасибо за этот разговор. Сергей Береснев, директор Кировского филиала Т-Плюс, и Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс. До 13 октября, напоминаем, работает мультимедийный центр теплоэнергетики на Театральной площади, так что добро пожаловать. Приглашаю. Продолжение следует...